В связи с сожжатостью времени позволит остановиться на некоторых аспектах обновления содержания среднего образования. Первое – содержание. Как отмечают современные исследователи, обновление содержания образования должно происходить в основном по двум причинам. Первое – экономическое, то есть подготовить детей таким образом, чтобы они могли занять свое место в экономике 21 века. И второе – во всех странах думает, как научить детей сохранять культурную самобытность и передавать культурное наследие, и при этом, чтобы дети не выпадали из процесса глобализации. Рассматриваемое обновленное содержание образования направлено в первую очередь на воспитание человека, подготовленного к жизнедеятельности, то есть человека, способного активно и творчески мыслить, и действовать, саморазвиваться интеллектуально, нравственно и физически. Первое – предусматривается принцип целостности процессов воспитания и обучения с целью воспитания патриотизма, сохранения культурной самобытности и наследия казахстанского народа. Второе – рассматривается внедрение политики трехязычного образования. Ставится цель развития четырех навыков речевой деятельности – чтения, слушания, говорения и письма, которые развиваются по принципу постепенного наращивания языковых компетенций из года в год от простого к сложному. Внедряется раннее изучение трех языков, преподавание отдельных предметов на целевом языке. Третье – предлагается внедрение критериальной системы оценивания, которая оценивает как предметные знания учащегося, так и его личностное развитие. Данная система способствует выстраиванию учителям индивидуальной траектории развития ученика и использует результаты для дифференцированного обучения детей. Таким образом, обновленное содержание образования дает возможность педагогу в создании условий для самостоятельного учения и становится соучастником процесса обучения, а не единственным источником получения и передачи знаний. Акцент в обучении смещается на самостоятельную работу и инициативность учащихся. Учебник дополняется ресурсами информационных систем и средств массовой информации и не является основным и единственным средством обучения. Опыт обновления содержания образования у нас в стране уже имеется. Созданные по поручению главы государства Назарбаев интеллектуальной школы в сотрудничестве с экзаменационным советом Кембриджского университета разработали интегрированную образовательную программу, предусматривающую переход с предметного на модель образования, ориентированного на результат от получения знаний к приобретению способностей и освоению компетенции, от субъективной системы оценивания достижений учащихся на объективную. Впервые в разработке образовательных программ принимали практически работающие учителя наравне с педагогами и учеными. Четвертое. Для реализации данной модели обучения нам необходим критический мыслящий, креативный педагог, владеющий навыками информационно-коммуникационных технологий. В стране проводится широкомасштабный проект по повышению квалификации учителей по современным технологиям и методикам преподавания. Уже сейчас в рамках данной программы около 18 тысяч учителей прошли обучение, будут подготовлены еще 120 тысяч. Хотелось бы отметить, что учителя, прошедшие курсы, выступают за необходимость обновления содержания образования. Нового подхода оценивания, подготовки и обучения педагогов об этом свидетельствуют их отзывы. Например, слушатель курсов третьего уровня пишет, «Я по-новому взглянула на отношения, которые у меня сложились с учениками моего класса, и испытала внутреннюю неловкость за свой командный голос, за то, что никогда не стремилась их услышать, и меня никогда не интересовало, о чем они думают, как обучаются, никогда не задумывался о том, правильно ли я их оцениваю, как обучаю, интересны ли мои уроки. Я совершенно уверена в том, что сегодня нужна совершенно другая школа и совершенно другие мы учителя». Поэтому сегодня Назарбаев интеллектуальной школы начала делиться своим опытом разработки образовательных программ с подвергностями организации Министерства образования и науки. Я думаю, что эту работу мы сможем сделать. Спасибо за внимание.